МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Жауняк провел встречу в Хойницке Мрайвы-Канкаме. Великая размова про бизнес. Гомель стал диалоговой пляцокой для деловых колов 19 краин света. Город памятая. Урочистый митинг, присвященный 75-й годовине вызволения Гомеля от фашистских захопников, пройшел на Аллеи Героев. А зараза в этой меньшем больш подробязна. Саугас-комбинат ЗАРА Мазырского района стал переможцем областных споборництвов по вытворчасти Сбожжа. А лепшими комбайнерами признанные Иван Вырвич и Олег Хвост ЗАРА Камбината Холмич Речицкого района. Сегодня в Брагине названы пероможцы областных дожинок 2018. На святе працевников вёске побывал Олег Синцеров. Официальный час початку дожинок, 9 година ранится, на подворках спевают песни и рыхтуют стравы. Некого оборудовского меню нема. Головно, как было смешно и корыстно, гостей необходимо чувствовать самым лепшим. Мы готовим уху. Уха из нашей днепровской рыбы. Это леш, лин, шука. А также готовим шашлыки. Шашлыки у нас куриные сегодня. Но праздник есть праздник. Как положено, готовимся. Выстава сельско-господарской техники за счёты корыстается повышенной увагой на ведомников. Причём не только сучасные узоры, а и тракторы, которые працавали на палетках в минулом 100-х годах. Старший комбайнер агрокомбината Хомич Речицкого района Иван Вырыч на Т-74 працавал в середине 90-х. Кажет, что сучасной техникой эту машину навык поравновыть не га. Но и она потребует для себя постоянной уваги. Надо работать на комбайне. То, что он нажимает на кнопки, что-то он делает. Но это всё надо настроить сначала. А потом она уже работает с кабины. А так проверка вся, ремонт идёт же, как и обычная любая техника. К реху позднее, стане вядома, по выннику года, Иван Вырыч и его помощник Олег Хвост стали перемышцами дожинок. На их рахунку 2670 тонн молочных газерни. У этой же господарцы, до речи, працавал экипаж, який занял другое место. Василь Ковань и Миколай Великоборец. У вугу и по околька сетременных сетов, это у знака род, теряют явных лидеров Речицкие и Мазерские районы. А про то, что Мазерчина – абсолютный перемог сообластных дожинок 2018, тут находится ещё и сельскохсподарская предприятия, какое заняло первое место на уборце сборжа, совпускомбинат Зара. Правда, у самой господарцы такую перемогу лечить закономерно. Это заслуга всего коллектива, начиная от простых рабочих, от механизаторов, поливодов и заканчивая главными специалистами, замдиректора ДВС. Уже из года в год мы соблюдаем технологию, движемся вперед, не стоим на месте. Дипломы, грамоты, подяки, премии. Под час областных дожинок организаторам кнутся значить у всех, кто унес значную укладу в огонь на каравай. У этом году его вагазка лакаря одного миллиона тонн. Причем уроджай кукурузы перевысил детишний показчик у двоя. Не в опущенную чергу. Такие вынники засягнуты дякуючу техничному переснащению сега с предприемством. По этом критерии, до речи, сёльта подбирали и узнагороды для лепших господарок. Головные узнагороды Борсного света дожинки 2018, 29 тракторов, Голорус-82, 15 за них отримают господарки, які перемогли в своих номинациях, и аще 14 уручат господаркам, які означалились женщины. Вынники гэтага сетско-господарчага года у Гоменской области экспорт продукции предприемствами агропромыслового комплекса 280 миллионов долларов, причем минавито наш регион першим освоил китайский рынок. Гоменщина, лидер у Беларуси, панарактовся кормов, и такие показчики. Один представник Лёске упромым сенси кормить 34 жахары региона. Гэтагод был не просто по климатичных умовах, але я дозволю отримать новый опыт и зарабить выводы, яким чином у сучасных умовах можно домогчиться максимального экономичного эффекта. Мы должны на этой территории выращивать те культуры, которые дают максимальную отдачу и в экономике, и в объемах. Поэтому, если оценивать с прошлыми годами, то, конечно, он хуже чуть-чуть, не намного, но хуже. Но все равно тот урожай, который мы сегодня получили, его достаточно, чтобы накормить сегодня людей, обеспечить общественный сектор кормами. И самое дорогое, наверное, мы еще раз получили опыт. Мы этот год шепетильно работали, смотрели, анализировали, и я хочу, что этот опыт, наверное, дороже того, что мы получили в аграрном секторе. Одночасово заработниками сельскох господальших предприемств подчас дожинок позднохороды отримали так само журналисты и сопротивники идеологичной сферы, як означается урошение оборок инкама, за информационное сопроводжение полевых работ и объективное осветление деятельности агропромыслового комплекса. Террот узнагородженных наместник стажения областного ваконавчика комитета Владимир Привалов и начальник Головного управления идеологичной работы, культуры и посправок МОЛДИ Ирина Довгала. Террот СМИ означены телерадио-компания Гомель и региональный карпунт столичного телебачения. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, телерадио-компания Гомель с Брагиным. Президент Республики Беларусь Владимир Жауняк провел прием у Хойниках. Сирот тем, в яке ягуча лежи хары района, рамонт дорог, реконструкция больницы и будовництва бассейна. Подребязности в наступном материале. Проблема, якая вздымается подчас переважной частки особистых приемов керунюков розного узровня – стан дорог. Прием наместника керунюка администрации президента Владимир Жауняка не стал выключением. После Чернобыльской катастрофы усе улицы Хойников заасфальтовали, але потом почали проводить газификацию населенного пункта увы, не к участку покрытия пошкодили. Вядома, рамонтные работы периодично проводились, але целиком проблема не выращена. Владимир Жауняк, який сам жил у Хойников до 16-го года взрослого, ведая об этом не по чутках. Там нельзя по дороге не ехать, ничего. Та же самая Катулска. Вы же там родились, год малой родины, помогите нам. Если возможность есть такая. Не, а если бы я трубы прокладывал? Не, да я бы уже уже про трубу выручили, дайте мне дорогу. Больше ничего не надо уже. По двух улицам, честное слово. Это ж волоки раньше гремели по всем Хойникам, правильно? Не, ну они сейчас гремят, там едешь, гремишь. Там гремишь, да, да. Там, чтобы проехать после дождя, нужно знать фарвата. Нельзя сказать, что местовые улады не ведая об охудшенных людьми проблемах, але для их выращения просто не хапая сродку. Хоть инший раз можно обыстись и звычайной тлумачальной работой. В Хойницком районе Яна проводится с уместно Уже традиционных гаражных линий и выездов информационных групп селеты депутаты почали мытанекерованное наведывание вёсок с протягнением специалистов разных ведомств. Например, населенный пункт двор еще мы провели три встречи, потому что большой населенный пункт и мы посмотрели, что если собирать населенный пункт отдельно в Доме культуры, люди меньше шли. А так мы охватили полным охватом весь населенный пункт. Три встречи с соответствующими службами результат, конечно, достойный. С этого населенного пункта на сегодняшний день нет ни одного обращения. Хотя есть такие целевые, которые мы решаем в течение месяца. Например, было обращение по установке дополнительного остановочного павильона. Некоторые пытания, с якими на прием до наместника керавника администрации президента Владимира Жовника пришли с Жихарихонинского района, уже оказались вырешенными. У приватности Гомельский облуганкам принял решение об реконструкции в наступном годе районные больницы и поликлиники. Становшие решения принятые по замене теплотрасс прокладенных зазбестовых труб. На контроле, як из пятной воды. А вось просьба об удаунействе у городе бассейна, потребуя деталевого выучения. Накольки он будет запотрабованным у насильництва и як худко окупиться. После закончения приема Владимир Жауняк означает, значная частка людей пришла с пропановами, якие тычатся не их особиста, а усяго города. Вопросы разные, проблемы разные. Безусловно, если проблема не решена на низшем уровне, люди идут в вышестоящие инстанции. Некоторые, пользуясь случаем, что приезжают выездные приемы, проводят руководители республиканского уровня, они идут напрямую, не обращаясь в нижестоящие. При этом, при рассмотрении вопроса, они решаются, как правило, на местах, так или иначе. Вот, допустим, сегодня на приеме были люди, которые хотят нести изменения в законодательство. Безусловно, это уровень уже но отрадно то, что и сегодня приходили люди, которые пытаются решить вопросы, касающиеся районного центра. Не просто проблема, как таковая личная, а вопросы, которые связаны с благоустройством улиц, площадей. Вот это интересно, переживают за состояние районной больницы. Урачисты-митинг, присвеченный 75-й годовине вызволения Гомеля от фашистских захопников, прошел на мемориальном комплексе «Аллея героев». Больше 800 дней Гомель находился у оккупации, и он стал первым областным центром Беларуси, вызволенным войсками червонной армии. После отступления ворога, город застался в руинах. Город был страшно разрушен. Наверное, об этом вы все знаете. Я, когда приехала сюда, в город, жить в 60-м году, была приятно удивлена, потому что город был уже восстановлен полностью. И с 60-го года началось уже строительство дальше. В 61-м году пустили первый троллейбус, единицу я была свидетелем, и пустили в город Гомель газ и зажигали факел на нашей площади Ленина. На митинг пришли же хары областного центра, былые партизаны, подпольщики и ветераны войны, представники улады и прационных коллективов, воинских подразделений, научных установ и громадских организаций. И они усклали вянки и кветки до мемориалу и отдали до нину поваги можности и стойкости людей, якие воевали за свободу и незалежность нашей родимы. Мероприемства, присвеченные 75-ти годзю, вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников, проходят в эти дни во всех районах областного центра. Завтра в районе припынку Роповский пляжу, в пятом микрорайоне, отбудется военно-гисторичная реконструкция боев листопада 43-го года. В полевом лагере уже собрались и отделники реконструкции, представники военно-гисторичных клубов с Беларуси и России. И они представят эпизоды партизанской войны и вызволения Гомеля Червоной Армией. Початок о 13-й године. У святочной программе понеделка 26-го листопада урочистые мероприемства для помнеков и братских могил по всем городе. Церемонии ускладания вянков и кветок. Сотни гомельчан сберутся для мемориала Вечный огонь на площади працы. Тут же урочистым маршам пройдут войсковые подразделения. После митингу на пляце по улице Ланге отбудутся фестиваль полевых кухней и выстава военной техники. Протягиваем выпуск. Инновационные проекты и новые партнеры. Гомельское отделение Беларусской хандлево-промысловой палаты проводит бизнес-дни. Проставничное международное мероприемство промерковано до 15-й республиканской выставы «Бизнес у регионах». Наши корреспонденты доведались об самых незвычайных и перспективных идеях, которые огучили у дельники форума. Юнтер Вайдеман приехал в Гомель из Германии. Сфера деловых интересов перепрацовка шкла и творчность шкло-пакетов. Юн володает группой компаний 15 объектов, которые находятся на родине бизнесмена, а так само в Польше и Нидерландах. На их працует около полутора тысяч человек. С нашим регионом трывалые экономичные совязи. Мельшку, набывая буйные парты и их продукции. Оборот вылечается миллионами евро, а кроме того немецкая компания делится с Гомельским заводом своими новыми технологиями. В ходе нашего сотрудничества за счет передачи своего опыта, своей информации сейчас Гомельстекло сделало огромный шаг вперед в плане выпуска энергоэффективного стекла. Следующим еще шагом явилось производство на Гомельстекло триплекса или как очень называют пламинированное стекло. В большегрунтовном супрационнистве с Гомельской областью затекавленный профессор Казахского национального аграрного университета Гольфоры Дат Кампитова. В бизнес-днях удельничает другий раз. Я есть сфера интересов укоронения инноваций в садоводстве. Совсем недавно заключили мы договор с Гомельской опытной станцией, где в будущем будем проводить совместные проекты в по интродукции плодовых и ягодных культур. Для нас очень большой интерес представляет, так как Казахстан является плодовой зоной, и нам было бы интересно испытать сорта плодовых и ягодных культур именно в наших условиях. Об новых технологиях у сельской господарцы рассказывает и Андрей Черников, представник голландской компании Топинг Норсвин в России Это самая инновационная гниточная компания в свете у Голиния свиногадоли Мета удела в Гомельском форуме пошук партнеров с ликой фермеров тех, кто затекавлены в выросшивании здоровых живел, с которых отримливают мясо высоких смаковых якостях Компания занимается производством и продажей племенных свиней по всему миру Представлено в 54 странах мира То есть это глобальная компания и является на данный момент самая инновационная генетическая компания в области свиноводства Ежегодно мы вкладываем в научные исследования и разработки порядка 21 миллиона евро То есть ни одна компания больше этим не занимается Все лето в делу в бизнес-днях принимают 18 краин Усяго с Беларуси и Замежа на форум приехали каля 200 удельников Важно, что сиротых шмат представников бизнеса уладальников компании с усветно вядомыми назвами Бизнес-дни мы как раз воспринимаем как большую диалоговую площадку для того, чтобы могли вести переговоры наши предприятия Что мне нравится еще в бизнес-днях в этом году что заявилось много частного бизнеса и частные компании то есть они увидели и себя в рамках работы этих бизнес-дней По выниках форуму у Гумильской области должны появиться новые надежные бизнес-партнеры она, что ее на свою чергу не только продемонстрирует а и протягнет распространять свой лучший опыт в разных сферах экономики на европейские краины Марина Джала Алиса Рудзянкова Игорь Марышченко Телерадио Кампанія Гумиль Белая, червоная, черная символика колеру у народной культуры Выстава под такой назвой открылась у Палации Румянцевых и Паскевича Экспозиция рассказывает о вытоке заявления этой колерной триады и символику вытканных и вышитых узоров у народной традиции На видовольники выставы смогут найти отказы на питание чему наши продки носили белое оденье оздобленное червоным орнаментом и чему мы живем на белом свете и як у нашей культуры сформировались устойливые ассоциации с вызначенным колером В первую очередь мы хотели показать что белорусская культура она в общем-то очень уникальна тем, что сохранила очень глубинные пласты культуры общечеловеческой ведь многие цивилизации они утратили то, что они имели в самом начале пути Об этим наведывальникам выставы расповедут предметы этнографии рушники кашули постелки и народные образы А кроме того тут можно пройти тест люшера и доведаться про значение рунау Мокрый снег дождь и туман синоптики обвестили в Беларуси оранжевый уровень небезпеки на неделю 25 листопада в нашем регионе прогнозуется в облачное надворье на большей части территории чекается снег на особных участках дорога лалёдится У ночи слубки термометра опустятся до 2 градусов морозу У день будет каля нуля На наступном тыдне починаючи зауторка прогнозуется похолодание У ночи макчимые морозы до минус 13 У день до 10 ниже за 0 Гэты а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.bivay На гэтым выпуск завершены пленных вам выходных джон до новых сустречу эфиры Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова